И вернемся к новостям экономики. Обзор самых интересных из них подготовил мой коллега Саби Байбусинов. Саби, тебе слово. Спасибо, Оля. Расскажу о летающих машинах, о том, как казахстанцы постепенно переходят на безналичный расчет и о крупной сделке на Харгосе. Китай приобретает 49% доли сухого порта Харгос. Соглашение о совместном развитии свободной экономической зоны Харгос-Восточные ворота уже подписано. Казахстанские транзитные коридоры смогут интегрироваться в международную транспортную сеть. Отмечу, что китайская компания, приобретающая долю крупнейший мировой морской оператора и провайдер логистических услуг. Корпорация имеет более 1100 морских судов, оперирует более 300 международными и внутренними морскими маршрутами, соединяющих 254 морских порта в 79 странах мира. Казахстанцы стали чаще расплачиваться за покупки карточками. За первые три месяца 2017 года владельцы платежных карт совершили почти на 58% больше операций, чем годом ранее, сообщает аналитический портал RankingKZ. Количество транзакций перевалило за 36 миллионов. Объем же платежей составил почти 415,5 миллиардов тенге. Выросли показатели и интернет-торговли. Объем безналичного расчета через интернет-ресурсы вырос с 49 до 145 миллиардов тенге. Больше всего в стране карточками рассчитываются в Алматы, на втором месте Астана и замыкает тройку лидеров покупателей из Южно-Казахстанской области. В Казахстане через несколько лет появится новый горно-металлургический комплекс по производству высокомарочной стали различных сортов. Соответствующие соглашения подписаны в рамках визита главы Казахстана в Китай. Где и когда начнут строить завод, расскажет моя коллега Назиату Якова. Потребности Казахстана высокомарочной стали пока покрываются за счет импорта, преимущественно из России. Но это пока. Новый комплекс, который появится на базе месторождения «Масальская» в Акмолинской области, позволит выпускать почти 1 миллион тонн руды ежегодно. Это титаномагнетитовое месторождение, то есть железо с содержанием ванаде. Мы хотим добывать руду, обрабатывать ее, получать концентрат, после концентрата получать чугун и чугуна сталь. После стали мы будем производить заготовки для наших машиностроительных предприятий. Суммарные запасы руды на месторождение свыше 700 миллионов тонн. Проект позволит обеспечить работой до 4 тысяч человек. Между нашей нацкомпанией и Масальским горнообогатительным комбинатом подписано соглашение о строительстве данного комплекса. Заемное финансирование обеспечит китайский Эксимбанк. Возведение завода с применением новейших технологий начнется по планам в 2018 году. Глава фонда Мирзак Шукеев в рамках визита провел встречи с председателями китайской инвестиционной корпорации «Сити Групп» и Госбанка развития КНР. Последние совместно с компаниями фонда реализуют проекты в химической отрасли более чем на 2 миллиарда долларов. Назиат Уякова и Нурбек Бекен. Итоги дня из Пекина. И напоследок, возможно, совсем скоро в мире появятся машины, которым вовсе не будут нужны дороги. Японский автогигант Toyota сообщил, что поддержит группу инженеров, занимающихся разработкой летающего автомобиля. Сейчас о нем известно, что он будет оснащен тремя колесами и четырьмя роторами. Разработчики ожидают, что автомобиль полетит со скоростью 100 км в час, поднимаясь над землей на 10 метров. Кстати, размер летающего аппарата будет небольшим, чуть менее 3 метра в длину и почти полтора метра в ширину. Оля, вот такие чудеса нас ожидают в будущем. Саби, а есть какие-то точные данные, презентации чудо-автомобиля? Да, есть, конечно, Оля, разработчики ожидают, что поднимут машину в воздух аккурат к Токийской Олимпиаде, то есть к 2020 году. И добавлю, что сейчас над созданием летающего автомобиля заняты экспериментаторы по всему миру. Такие новости продолжаем. Что же будем ждать? Спасибо, Тесли.